Мы получили на руки ребёнка, сказали, что он умрет в течение двух месяцев. Этот укол бы мог помочь другому ребёнку. Вот только мы и слышим, у нас нет средств. Действительно сейчас много мошенничества в этой сфере. Я не хочу, как он сказал, в эту яму отдавать свои прибыль налоги. Получается, обманул меня, что ли? В смысле? 5 сентября – Международный день благотворительности. Его цель – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются миллионы людей по всему миру. Среди них и ребёнок из Кирова. Его родители собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость – больше 160 миллионов рублей. Спинально-мышечная атрофия – это не лечится, так сказали врачи родителя Максима Гришина. Прописали только ЛФК, массаж и физиопроцедуры. Два года назад мир семьи Гришиных перевернулся. Радость воспитания ребёнка превратилась в ежедневную борьбу за жизнь. Смертельное заболевание прогрессирует. Мальчик не может сам ходить и сидеть. Александра Гришина, мама Максима, боится, что мышечная слабость может дойти и до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Упущено очень много времени. Максим у нас уже болеет два года. Мы боремся за этот препарат уже два года. Каждый день мы просто теряли ребёнка на глазах. То есть спинально-мышечная атрофия без терапии. Это просто медленно касание ребёнка. За два тяжёлых года родители прошли череду судебных разбирательств. Только так, добиваясь медицинской помощи с участием Следственного комитета, Максиму предоставили бесплатно лекарство спинраза. Этот препарат не излечивает заболевание, а лишь замедляет его течение. Мы не уверены в завтрашнем дне просто о том, что наш Максим будет обеспечить данный препарат. Самостоятельно мы его приобрести не можем, потому что одна инъекция стоит порядка пяти миллионов. Однако решение есть стоимостью 168 миллионов рублей. Самый дорогой в мире препарат – Золгин СМА. Он заменяет отсутствующий ген, который отвечает за выработку белка. При этом вводится однократно. Когда об этом узнала Александра Гришина, в её материнском сердце появилась надежда и вера, что Максиму можно помочь. Тем более в России есть президентский фонд помощи тяжело больным детям. Круг добра. И Министерство здравоохранения Кировской области присоединилось к нему. В рамках организации медицинской помощи детям с диагнозом спинальная мышечная трофея Министерством здравоохранения Кировской области подана заявка в Министерство здравоохранения России о включении всех детей с СМА, проживающих на территории региона, на обеспечение лекарственными препаратами через Фонд поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями. Круг добра. Заявка одобрана экспертным советом фонда в полном объёме. Но в первую очередь лекарством Золгенсма от фонда обеспечивают детей до 6 месяцев. Препарат подходит детям с весом до 13,5 килограммов. Вес Максима около 8,5 килограммов. Его мама переживает, что в ожидании препарата, получение которого в Министерстве здравоохранения не гарантируют, они упустят время. Купить дорогостоящие лекарства семья не может. Родители надеются собрать средства через Российский детский фонд. Почему родители больных детей вынуждены стоять с протянутой рукой? Об этом поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии отец-ребёнка сама Анатолий Гришин и председатель Кировского отделения Российского детского фонда Валентина Иванова. Здравствуйте. В январе 2021 года по указу президента был создан благотворительный фонд «Круг добра». Вот уже говорили о нём в сюжете. Туда поступают средства за счёт повышенного НДФЛ, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. И деньги идут на оказание медпомощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Когда этот фонд создавался, многие говорили, что это будет спасение для больных детей. Но в итоге полгода прошло, родители до сих пор собирают деньги. Почему так происходит? Трудно сказать. А вот Анатолий, наверное, нам ответит лучше. Отвечу, наверное, да. Является ли этот «Круг» добром или не является? Этот вопрос действительно задаётся неоднократно. До создания этого фонда, когда мы организовали сбор на это лекарство, вопроса нам не задавали такого характера, как «Почему мы не обращаемся в этот фонд?» Потому что до фонда не было. Ну, действительно, мы обратились, обращались во все фонды, нам отказывали, спасибо. Нам принял наш кировский, российский детский фонд. Огромное спасибо. Но после того, как организовался «Круг добра», мы восприяли надеждой, что действительно вот это лекарство, которое действительно вошло в Книгу рекордов Гиннесса, нам будет обеспечено. Потому что это единственная надежда, что наш ребёнок Максим всё-таки будет вылечен от этого. А почему вы часто собираете деньги тогда, если «Круг добра» должен обеспечить вот этим лекарством? Оно же уже включено туда, да, в список вот этих лекаратов? «Круг добра» поставил такие условия, которые практически невозможно выполнить. Выполнить 6 месяцев. В принципе, нашему Максиму был поставлен диагноз, когда ему было 7 месяцев. Либо 2 месяца после постановки диагноза. А то есть лекарство выделяется детям, которое до 6 месяцев, да, в приоритетном порядке? Да, либо 2 месяца после постановки диагноза. Вся вот эта волокита, вся эта процедура после постановки диагноза вся эта волокита с собиранием документов, она длится больше 2 месяцев. Сейчас, на данный момент, поставлено 6 ребёнком со СМА-1. И то изначально было отказано этим детям. Только после того, как родители начали везде жаловаться, что «Круг добра» отказал им, только после этого им поставили эти уколы. А там же другие ещё препараты предлагают. Вот эту же спинразу, да, Министерство здравоохранения говорит. Да, спинраза. Ну, спинраза, это, скажем так, это не препарат, который вылечивает. Это профилактическое лекарство. Для профилактики. Это препарат, который поддерживает. Да, не излечивает. Поддерживает организмы, которые... А вы его делали, Максим? Ну, изначально мы подали в суд для того, чтобы Минздрав обязать предоставить нам спинразу. Но мы судились, около полугода мы судились. Суд мы выиграли, но Минздрав нам сразу не обеспечил. Потом через Следственный комитет через судебных приставов мы обязали закупить препарат, хотя в Минздраве было это лекарство. Все равно нам Минздрав сразу не обеспечивал. И за эти полгода, за 8 месяцев, скажем так, Максим у нас значительно потерял здоровье. Он перестал сидеть, перестал держать голову. Он потерял, скажем так, ну, процентов 80 здоровья. Мы очень много потеряли. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что ребенку поставили диагноз, когда ему было 7 месяцев. А это вы считаете, вот чья тоже недоработка? Почему так поздно был поставлен диагноз ребенку? Может быть, невыгодно ставить такие диагнозы как раз маленьким детям, новорожденным? Или, может быть, вы сами не обращались, не замечали, что что-то не так? Подождите, мы не медицинские работники. Супруга у меня экономист, я юрист. Мы, конечно же, мы не видим, не понимаем, что происходит с ребенком. Мы обращаемся в больницу, ну, врачи смотрят, ну, это, говорит, нормально, что-то, ну, что он не перевернулся, ну, ничего, он перевернется попозже, смотрят, говорят, что давайте ЛФК проведем, там, что-то еще. К массажисту обратитесь, действительно, мы обратились к массажисту, массажист проводит ЛФК, причем, когда второй раз, второй курс ЛФК она проводили, массажист в процессе проведения курса ЛФК сломала Максиму ногу. Мы обращались в больницу, где-то волокитилось, где-то что-то там, процедуры какие-то проводились, и вот когда диагностировали, по каким причинам произошел перелом, у нас заодно диагностировалось и отставание, анализы брали, и вот и узнали, почему, что происходило, почему произошло отставание в развитии. Ну, и то это по нашему настоянию. Ну, то есть не очень охотно быть. К сожалению, понимаете, к сожалению, сплошь и рядом, своевременно не поставлен анализ, а потом разводим руками. А где вы раньше были? Да мы были с момента рождения у вас, у врача. Вот и получилось с Максимом, как и со многими другими ребятами. Понимаете, опоздали, естественно. Поэтому вот то, что отец говорит, это на самом деле ошибка врача. Почему своевременно не определили и как следует анализ не поставили. А ваш фонд, он занимается детям, помощью детям именно вот с таким заболеванием? Мы занимаемся всеми заболеваниями. Какие бы для нас ребенок кто бы не пришел в плане и когда родители уже понимаете чего, как говорят, здесь помощи не получают, здесь помощи не получают, невозможность купить лекарства, невозможность там куда-то направить реабилитационный центр. Вот, естественно, мы заключаем договора и обращаемся к населению по сбору пожертвований. Вот, поэтому, понимаете, для нас все дети, мы вот с такими заболеваниями, вот у нас сколько, вот Максим Заплаткин, вот было сложно, я помню, вы тоже самое нам помогали, когда мальчик из пижанки без ушка был, да, мы собирали деньги большие, чтобы отправить, то же самое своевременно не обнаружили, ну много таких, или вот сейчас находится в Израиле ребенок, то же самое, пересадка костного мозга, Юшков, Федя, понимаете, мы не можем отказать, на то мы и детский фонд, мы не можем отказать, но мы зависим от пожертвований. А что все-таки с кругом добра, то почему, это бюрократия, или что? Понимаете, вот как и сказали о том, что вот до 6 месяцев, а дальше что? На наши запросы, запросы министерства, ведь не только по этому по Гришину Максиму и по другим, такое лекарство, как Сабрил, оно тоже должно выдавать пожизненно и выдается бесплатно, но мы продолжаем собирать деньги. Мне министерство отвечает, все обеспечено, разговаривать с родителями нет. Как так получается? Надо там 400-500 тысяч. В прошлом году только само министерство обратилось, ну не само министерство, а его подчиненное, оплатите нам, пожалуйста, там 200 тысяч на приобретение этого Сабрила. Понимаете, оно не зарегистрировано в России. Причем, понимаете, как здесь кировские врачи этого не подписывают, а родители съездив типа центры, знаете, московские центры, ведущие лечение детей, там профессора подписывают, вам Сабрил необходим пожизненно, извините, а у нас не признают. Раз пожизненно, а в России не вырабатывается, значит, хорошо заключать контракты с зарубежными фирмами. Вот родители подпольно, собираясь группами, заказывают это лекарство, кого-то из родителей отправляют в Германию или в Польшу, понимаете, и вот это лекарство приводят, но делали это, понимаете, у нас мы все время ссылаемся, у нас нет средств, у нас нет средств, вот это, вот только мы и слышим, у нас нет средств. Мы тоже написали запрос в Министерство здравоохранения, нам ответили, что диагнозы МАВ в Кировской области поставлен у 16 детей, и все они получают лекарства через фонд Круг Добра. Все получают, а мне ответили, они вот на последнее мое письмо ответили, потому что на общественной палате, на общественном совете по здравоохранению я поднимаю этот вопрос, давайте все вместе будем, сучаствовать все двери, потому что дети-то у нас никуда не делись, мне отвечают о том, что все это сделано, а конкретно какой ребенок мы вам не имеем права дать ответ конкретно, какие из теми получили или получат. Вот такой я ответ получила. Вот мы на общественном совете, я еще раз говорю, поднимаем такие вопросы, и я, вопрос как раз работа круга, фонда Круглый, Круг Добра, как действует в Кировской области, понимаете, ведь у нас информации-то нет, если вот такую информацию, как я получила, что же родители, вот он пойдет собирать деньги. Анатолия, скажите, пожалуйста, вам в какой срок нужно вот эти деньги собрать? Вы сейчас собрали 11, по-моему, процентов, да, от суммы? 11% мы собрали, да, действительно. Сколько? А вы говорите 11% от общей суммы, это капля в море. Давайте я вам объясню. Вот смотрите, действительно так, вот у меня ответ есть, детский, клинический, консультативный, диагностический центр, вот мы сейчас говорим про требования, которые выставляет круг добра. Вот центр мне отвечает. Согласно инструкции, во применении выборочной информации американский центр, русский перевод, препарат Золгенсма. Американский вариант, русский перевод. Кто переводил? Вот это американский вариант. Зачем не американский вариант? Есть европейский вариант. А в Европе тоже такое лекарство производят, что ли? Нет, его производят в Америке. В Америке. Но я не живу в Америке. Понимаете, предназначен для лечения педиатрических пациентов в возрасте до двух лет. Ведь не только до двух лет, но и в возрасте до... То есть не в возрасте, а весом до 13,5 килограмм. Ну, то есть они говорят о том, что вам не поможет это лекарство. Да, не поможет. Но по возрастной критерии-то они не задевают. 13,5 килограмм. А в европейский вариант там до 21 килограмма. То есть у нас какие-то еще проблемы вот с... Как это сказать? Опять же, бюрократические какие-то... Вводят заблуждение специально, чтобы отказать. Понимаете, они ищут критерии, по которым нужно отказать. Я не хочу говорить, что у нас не хватает специалистов, что специалисты в Минздраве какие-то, ну, неквалифицированные или что-то еще. Но чтобы ввести в заблуждение, заволокитеть. Это точно. Возможно, они не вводят в заблуждение, а расставляют приоритеты. Ну, то есть, если они понимают, что ребенку больше лет, то они лучше возьмут там маленьких, наверное, детей. На них выделят деньги. А куда этого девать? Ну, опять конституционное право. Ну, это понятно, понятно. Но если когда бюджет ограничено, они, наверное, расставляют приоритеты таким образом. Документ от 12 декабря 2019 года относительно спинразы, когда я обращался в Минздрав за получением спинразы, тогда еще с алгенсма, как такового препарата мы не знали. Вот на ваше обращение от 10 декабря 2019 года, учитывая особенности введения препарата предназначен для интратектального введения посредством ломбальной пункции. Ну, то есть, позвоночник вводится. Вот в амбулаторных условиях введение препарата невозможно. То есть, вот вводят опять заблуждение, что мы вам ввести его не можем, поэтому мы будем решать этот вопрос как-то, ну, сложно. И отказали нам, и мы опять долго ждали. А сколько нужно вам... Вы говорите, что ребенок все равно угасает, да? У него какие-то функции и теряются со временем. Какой срок-то у вас поставлен, ну, вот вы сами, может быть, поставили, да, чтобы собрать эти деньги, чтобы сделать укол, пока еще не все потеряно? А как они могут поставить, когда они соберут? Ведь все зависит от этих поступающих пожертвований. Понимаете, чего? Понимаете, мы к нас, когда выписали, мы не знали ничего про это заболевание. Мне позвонили по телефону, я на работе, я в суде позвонили, сказали, у вас СМА-1. СМА-1 для меня – это смерть. Смерть, что дети умирают в течение двух месяцев. Ну, вот все. То есть вот. Мы получили на руки ребенка, сказали, что он умрет в течение двух месяцев. Ну, все. Вот срок у нас 22 месяца. Вы прощаетесь с ребенком, вот и все. Мы ждали, два месяца он умрет, а он не умер. Ну, значит, еще через два месяца умрет. Вот и все. И вот на сегодняшний день у нас срок завтра закрыть сбор. Вы понимаете, мы делаем все, что только можно, чтобы закрыть сбор как можно быстрее. Но есть всякие лица, которые нам всячески мешают закрыть сбор. Люди пишут комментарии, да, негативные? Комментарии пишут всякие. Конечно, наши волонтеры, которые, наверное, как наша семья стала, они помогают, но вот всякие лица, я не знаю. Вы можете процитировать. Кировский, да. Вот какой-то Сергей Шумилов пишет, Анатолий, тебя посадят. Тебя точно посадят. Вот ребенок у тебя умрет, и тебя посадят лет на 10. Ну, что он имеет в виду? Он пишет, что я мошенник. Я думаю, что хейтеры-то, они существуют всегда. И не надо ведь исключать того, что действительно сейчас много мошенничества в этой сфере. Да, я не знаю. Очень много. Мои волонтеры пишут, что вроде мы же пишем, у нас все хорошо. Он пишет, будете мне писать, я закрою ваш сбор. Я успокаиваю волонтеров, наш сбор не закроет. Все законы. У нас фонд есть. Да, звонков к нам много по поводу, что на самом ли деле. У нас, прежде чем объявить сбор, на любого ребенка. Мы ведь запрашиваем все документы, все медицинские документы, на основании чего мы осуществляем это. Мы выясняем, что за семья и тому подобное. Понимаете? Поэтому, когда звонят, что на самом ли деле, да, у нас все открыто. Этот ребенок нуждается. Обязательно еще об этом поговорим. Но вот у нас есть семья в регионе, которой удалось собрать вот такую огромную сумму на лекарства. Мы связались с мамой Степана Заплаткина. Вот давайте послушаем, что она рассказала. Я, конечно, могу сказать, только за одно, которое мы получали, за спинразу. Спинразы, конечно, тоже очень помогают, но оно, получается, поддерживает, просто поддерживает состояние ребенка. А золгенс, ну, к которому нам поставили укол, его, во-первых, один раз нужно ставить, и, во-вторых, он работает как раз с первым геном, который, можно сказать, излечен. Может быть, не знаю, не совсем полностью, все равно без реабилитации, без всего это никуда. То есть это не волшебная какая-то пилюлька. Но, в любом случае, золгенс, да, ну, выше, чем спинразы или резидипланты. Ну, конечно, у нас стало все лучше, гораздо его состояние здоровья, он стал гораздо крепче. Сейчас проходим реабилитацию в Москве, соответственно, чтобы двигалось дело у нас дальше. Результаты, конечно, налицо у нас после укола. Ну, у нас было собрано 33 миллиона рублей, то есть оставшуюся сумму нам помог дополнить волшебник. То есть, как бы, укол в точку 60 миллионов рублей, мы собрали только 33 миллиона рублей. Мы считаем, что это тоже немало, это очень много. И, ну, на самом деле, работа была очень проведена, огромная. И у нас волонтеры, которые помогали нам тоже, и днем и ночью помогали. Так что, не знаю даже, как сказать. Конечно, но это все равно зависит и от работы волонтеров, ну и, конечно, от самих людей, которые попадались нам на пути. Очень много добрых людей, которые откликнулись на нашу беду и помогли. Да. Ну, вот, смотрите, Степа, ну, прям Степа, молодец он. Вот видно, что он поправился, молодец, и ручками работает все. Конечно, огромное спасибо Анастасии, благодаря ей. И у нас и сбор начался, и волонтеров она, и волонтеры от нее много к нам пришли. Да. Спасибо ей большое. А были у вас вот такие крупные какие-то перечисления, вот как у них, они говорят, волшебник, какой-то неизвестный человек? Нет, у нас волшебник, это тот человек, который, скажем так, перечислил огромную, большую, закрыл сбор, это тот волшебник. У нас были крупные перечисления, и наши предприятия, скажем так, перечисляли, ну, это, скорее всего, собирали работники на предприятия, перечисляли, и... Через детский фонд. Фонд наш перечисляли, и... Ну, я, конечно, не могу не задеть одну очень важную, все-таки один очень важный вопрос. Мы со всеми, со всеми, конечно, родителями, со всеми смайликами, мы общаемся, очень плотно общаемся. И все, все, когда вот у нас прямые трансляции проходят, обычно, на прямых трансляциях у нас Александра, моя супруга, участвует, и волонтеры очень, ну, к этому серьезно относятся, мы готовимся, вот, и родители, ну, на прямых эфирах, они все спрашивают, как же ваше правительство, как ваши губернаторы вам помогают? Ну, вот, мы... Вы обращались к нашему правительству, к министерству? Сейчас я все это... Сейчас этот вопрос я обязательно затрону. Вот. А вам как помогали? И многие, многие рассказывают, да вы что, мы без губернаторов, мы бы никогда не закрыли сбор, да, без наших мэров... Это в других городах люди, да, говорят? В других регионах, да. Практически во всех сборах, где закрыты были, помогают, конечно, губернаторы. А каким образом-то они выделяют, что деньги из бюджета или что? Ну, деньги из бюджета скорее не перечисляют, потому что деньги это все-таки бюджетные, государственные. Но, я сделал вывод, я провел аналитику, какой-то анализ, все-таки губернаторы, они, ну, местные чаще всего, ну, как-то они переживают за местного ребенка, за своего ребенка, за район свой, за область. Как? Прежде всего, это информационная поддержка, это баннеры, это обращение к жителям, это в интернете, по телевизору, все-таки очень много информации, прямо, ну, к предприятиям обращения. Мы более пяти раз обращались к Василию Игору Владимировичу, ни одного ответа от него лично не было, ни одной встречи к нам, и много раз обращались, чтобы он встретился с нами, поговорил, может, обратился к предпринимателям, к каким-то еще предприятиям, но к предпринимателям он обратился, это действительно есть у меня ответ, я действительно зачитаю его, но лучше бы он не обращался, наверное. Но все его замы, вот, один раз, правда, Курдюмов Дмитрий Александрович со мной встретился, выслушал все, ну, ничем, ничего не ответил, ничего не пообещал, ну, сделал перевод небольшой. Сам лично от себя помог? Я лично сразу же, да, сделал перевод, и вот и все, и никакой помощи больше нет. Я, правда, сказал, Дмитрий Александрович, за перевод спасибо, но лучше бы это, лучше бы действительно информационная поддержка, лучше бы вот с Игорем Владимировичем лучше бы встретиться, ну, и помощь лучше информационная. Больше, больше мы никак не встречались. Писал, вот, много писал, заявлений, ходатаясь, чтобы действительно была встреча с Василием, с губернатором, никак не хочет он встречаться, отписывается. С Чуриным встречался, с Александром Анатольевичем, думал, он поможет, вроде, действительно, он кировский, как-то может, он проникнется к нам. Действительно, многом раз переносилась наша встреча, человек, он занятой, по-моему, месяца два, два с половиной мы могли встретиться и встретились. Прямо я, счастье было, я не знаю, сколько у меня. Я прямо написал, цель моего визита была информационная поддержка. Он мне, Александр Анатольевич сказал, «Анатольевич, вроде вы это, цель-то вашей визиты какая? Информационная поддержка, я вам помогу». Я говорю, «Ну да, мне нужен баннер, мне нужна поддержка ваших средствах массовой информации». Он говорит, «Хорошо, я вам помогу, я все сделаю». «Баннер вам зачем?» Я говорю, «Ну как зачем? Ну в городе, чтобы люди-то знали, что у вас же есть место для социальной рекламы, вот сделайте». Он говорит, «Ну, вроде, хорошо, я сделаю». Я же переспросил прям, могу ли я своим волонтерам сказать, что вы нам поможете? Он говорит, «Говорите». И когда это было? Это было 30 июля. Ну то есть пока ничего, никакой помощи вы... Мало того, что никакой помощи нет. Вчера, ну, так мне сказали, что послали мне ответ 27 августа, но не пришло, по-моему, где-то затерялось, скорее всего, не пришло. Вот вчера мне прислали через интернет, пришел ответ. Ну расскажите, что там просто своими словами. Что вся информация может быть только относиться к губернатору Кировской области. Ничего больше. Мы, раз мы не губернатор Кировской области, нам... А с губернатором вы встретите? Ну в общем, какой-то замкнутый круг. По информационной поддержке мы не можем. чтобы все очень лопам это ответить, что я не молодец. Вот так вот. Так он, я не знаю, получается, обманул меня, что ли, Александр Анатольевич, Ну затягивают. Ну в нашу встречу пришел еще Черняев Андрей Вениаминович. Министр здравоохранения? Министр здравоохранения пришел, да. Зачем он пришел, я не знаю. Я к нему просился заранее, неоднократно просился. Он игнорирует меня, не приходил. А тут пришел почему-то на встречу, но ничего внятного не сказал. предложил только что остаться на терапии спинразы, отказаться от зелгенсма. Он пришелся немножко схитрить, сказать, что да, 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 вроде. Почему отказаться? Ну, не знаю, он сказал, что спинраза, она лучше, чем зелгенсма. схитрить. То есть он говорит, что если вы откажетесь, то тогда спинразу вам выдадут или что? Нет, спинраза, она у нас через судебное решение и через круг добра она и так предоставляется. Да, да, да. Я пришел все-таки к Чурину, Александру Анатольевичу, и поэтому я не готов был. И мне нужно было хотя бы, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал. А раз Чурин сказал, что он готов предоставить информацию, то мне не нужно было или с одним разговаривать, или с другим. Я говорю, Андрей Вениаминович, вы меня пригласите, мы с вами поговорим. Понимаете, два разных человека. И предметы разговора разные. Я не могу разговаривать и с одним, и с другим. Ага, ну вот мы еще по поводу доверия к таким сборам благотворительным и к фондам, может быть, в том числе. Мы спросили на этой неделе кировчан, как часто они занимаются благотворительностью и почему. Что думают про благотворительную фразу. Интересно, послушайте. Благотворительной деятельности отношусь хорошо. К фондам отношусь тоже нормально, но прежде чем делать какие-то взносы, благотворительный фонд, надо, конечно, делать какие-то проверки. Ну, чтобы деньги не ушли куда-то. Хочется, чтобы они по назначению ушли, а не на спасение лягушек. В целом отношусь очень положительно, но в отношении доходят ли недоотрясатов, вот тут я могу, так сказать, немножко посомневаться. Поэтому, ну, доверяю на процентов на 50. Вообще, я считаю, что это очень хорошее дело, это помощь тем нуждающимся, которые действительно в этой, да, не могут себе позволить там обеспечить себя здоровье, свое лечение здоровья и так далее, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что это очень хорошее дело. Можно благотворительно сделать в частном порядке. Пришел, сделал, без какой-то там саморекламы или еще чего-то. А фонды, ну, не все фонды сто процентов делают сто процентов какие-то пожертвования. Все равно они создаются изначально какой-то, с какой-то корыстью, наверное. К благотворительным фондам отношусь очень хорошо. Ну, что должны, должен быть контроль над ними. Очень хороший контроль. Благотворительная деятельность это очень хорошо, но, с другой стороны, это, наверное, немножечко странно в нашем государстве. Все-таки, я считаю, что некоторые вопросы благотворительности, они могли бы решить самостоятельно. А к благотворительным фондам, в принципе, я отношусь положительно. И некоторые из них, ну, разик в несколько месяцев, делаю небольшие числения сам. вот все говорят, и добавляю контроль, но какое-то оно существует, потому что все-таки не все доверяют. Может быть, какой-то алгоритм, как вот, если ты хочешь проверить, по назначению ли ты отправляешь деньги, вообще, на что нужно обратить внимание, почему нельзя. Куда мои деньги ушли? Вот могу я проверить это или нет? Вот в любом случае, приходите, вот сдали рубль, конкретно на ребенка, или конкретно на какую-то у нас программу, у нас 19 программ, это, эти деньги уйдут на этого ребенка, на эту программу. А подтверждение какое-то будет этому? Конечно. Я могу проверить, что именно мой рубль ушел именно этому ребенку. Конечно, ушел этому ребенку. У нас, вот, в картотеке у меня сейчас где-то около 40 детей, которые, вот, для которых мы собираем, и которые когда-то собирали. И ведь, вот, посмотрите, некоторые уже два года, которые, ну, не обращались, а деньги остались. Остались, да? Я пишу каждый год в конце декабря, я пишу письмо. Уважаемый Иван Петрович, на счете вашего ребенка на лесовом счете 120 тысяч. Вам необходимо или написать заявление о переносе этих денег на лечение какого-то другого ребенка, или в целом на программу «Дети-инвалиды», или вы должны их использовать вот в данный момент в течение какого-то времени на лечение или реабилитацию своего ребенка. И эти деньги, а потом, если они пишут заявление, эти деньги решением приносится на лечение или другого ребенка, или в целом на программу «Дети-инвалиды». Это только те сборы, которые собираются через фонды. Такая отчетность. А есть же родители, которые собирают себе на карту. А вы собираете, Анатолий, куда-то себе ведь тоже, да? То есть у вас волонтеры собирают на какой-то счет деньги. У нас открыт счет в банке. Этот счет закрытый. Мы сами не можем, не видим его на карточке. Для чего это сделано? Чтобы у нас постоянно раз в неделю звонят мошенники, какие-то жулики, пытаются притвориться, что они там из банка звонят, откуда-то звонят. Для этого мы его сделали закрытым. То есть деньги приходят сначала на карточный счет. Супруга с карточного счета перечисляет, едет в банк и с этого счета перечисляет на закрытый. То она не может самостоятельно перечислить на него. Она приезжает в банк и только там в банке она перечисляет его на закрытый счет. Да, есть у нас такой счет. А почему вы не через благотворительный фонд собираете деньги, а сами? Ну, давайте скажем так, что вот благотворительный фонд у нас отчитался. По-моему, за два месяца они нам перечислили около 150 тысяч. Ну, не за два месяца. Мы уже сейчас на 1 сентября вам дали данные 836 тысяч мы собрали. Всего? Всего, да. Всего. Да, к сожалению. За 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 7 месяцев. За два месяца нам фонд перечислил, но это, к сожалению, к сожалению, за два месяца они нам фонд собрал нам 150 тысяч. С такими с такими темпами мы соберем к старости летных Максима. Я понимаю, в чем принципиальная разница? Вот я хочу отдать деньги на ребенка. Почему люди выбирают например этот счет, а не детский фонд? То есть вы думаете, что доверие к вам больше, чем к фонду? Или что? Или по какой причине? Мы не думаем. У нас есть команда волонтеров, которые приносят, преподносят информацию про Максима по всей России везде. Они действительно показывают, кто такой Максим, что такое что за заболевание. Они все рассказывают, как это, что это, где это. И все. И люди показывают счет везде, где фонд, счет фонда и счет карточный счет. И люди перечисляют на карточный счет. Есть ли какие-то примеры волонтеров, в каких регионах хорошо работают и идет хорошее поступление? Есть ли у вас такие? Информации такой нет. Нет. Потому что я не буду кривить душой и скрывать. Просто действительно у фонда благотворительные ящики в магазинах стоят. У Максима всего 4 ящика, может 5. Не больше. 5 ящиков. Говорю о ящиках, прошу прощения. Понимаете, вот хотелось бы, чтобы вы услышали. Вот за август месяц мошенники в супермаркетах сняли 4 ящика с деньгами. Вот мы сейчас судимся с милицией, разбираемся, кто это сделал. А это пожертвование граждан, да? А еще подделывают очень часто ящики и от лица фонда собирают мошенники. Сколько угодно. Сколько угодно. Мы никак не можем навести вот в этом порядок. Понимаете, в ящике лучше вообще не отдавать деньги. Нет, вот я еще раз хочу. То, что у нас наши ящики, наши ящики в супермаркетах и в других местах, там в аэропорту или еще что-то, это уже все, как говорят, могут доверять. А вот когда ящик не закрытый, когда просто ходят лишь бы только, Это, я считаю, этого делать нельзя. И мы поднимаем этот вопрос. Понимаете, вот возвращаясь к Заплаткиным, у них, конечно, была отличная команда волонтеров. Они нам не давали покоя, понимаете, не давали в плане, а вот вы знаете, куда бы нам сходить, а куда бы нам, значит, еще сами, а есть ли у вас какая-то реклама, я говорю, вот располагаем только вот этим. Вот это команда. И потом ведь им же помог благотворительный фонд московский, понимаете, потому что основную-то массу. Мы 3 миллиона собрали. Мы деньги свои, вот те, которые нам перечисляют, вернее, поступают на расчетный счет, ведь мы не просто отдаем, а мы с клиникой заключаем договора. И вот в клинику эту перечисляем эту сумму. У Заплаткиной когда случилось, значит, вот этот фонд выходит на нас и говорит, вы собрали, родители сказали, я говорю, да, собрали. Вы можете вложить эту сумму как бы добавочную, да? Я говорю, только после заключения договора. И вот сейчас Заплаткины отчитались, и они отчитались, этот фонд, и куда ушла, и клиника, куда они ездили. Поэтому у нас полный отсчет, деньги куда ушли. Нам сейчас нужно прерваться буквально на минутку, вернемся и продолжим обсуждать проблемы благотворительности. Благотворительность в России обсуждаем сегодня с нашими гостями. У нас в студии отец ребенка СМА Анатолий Гришин и председатель Кировского отделения Российского детского фонда Валентина Иванова. Как показывают исследования, Россия за последние пять лет поднялась в рейтинге стран мира по индексу благотворительности. Это значит ли это, что россияне стали больше денег жертвовать? Вот по вашим наблюдениям как? по моему мнению и все-таки общаясь с коллегами других регионов, с коллегами детских фондов, да, и я сама по ощущаю, но ощущаю в плане благотворительности со стороны граждан. Граждан. Вот. Поэтому та постоянная категория вот Кировщан, которая знает детский фонд и наши проблемы в плане проблемы региона, они откликаются очень-очень хорошо. Ну вот мне бы хотелось, чтобы вот, говоря о благотворительности, ведь надо ее воспитывать с молоком матери с момента рождения. И вот те школы, с которыми через российское движение школьников непосредственно со школами, когда они с первого класса, понимаете, приобщают ребят, ну принесите книжку, принесите гостиничек, принесите, ну организовывают это. И через детей дети подвигают родителя на благотворительность. И вот когда мы проводим вот такие встречи, ну не собрания, а именно встречи детей родителей, родители говорят, я признательна ребенку, что она, он или она мне подсказали поделиться игрушкой, книжкой. Но у нас чаще всего еще бывает благотворительность такая эмоциональный характер носит, не постоянный, не систематический. Нет, у нас есть, я могу назвать человек 50, вот нам 34 года, которые у нас постоянно к нам, вот я их помню. Ну 50, наверное, на 500 тысяч населения. Это очень мало, очень мало. И среди организаций тоже самое, понимаете, есть, которые, не надо обращаться, не надо никаких писем, они понимают, вот такие моменты, это Новый год, это 1 июня, день защиты детей, и 1 сентября, они без всякого тебе будут приносить, поддерживать, перечислять деньги. А вот что касается других стран, собирают ли там деньги на детей? Или это только в России собирают? Как они там действуют? Понимаете, чего, там, побывав на стажировке в Америке, я вам хочу сказать, когда я была очень удивлена, меня больше всего всегда волновал вопрос там, а как вот вы поддерживаете детей с ограниченными возможностями? Вот мне говорят, вот мы поедем в центр, который занимается вот этими детьми. Когда я подъехали к этому центру, реабилитационный центр здания, подъезжают машины, понимаете, разные машины выводят ребенка на коляске. Это машина, которая приспособлена для колясочников, она собирает таких детей в определенном округе. Другой автобус подошел, машина, а там астматиков. И там сопровождают, вместе с родителем сопровождает специалист. Оказывается, у них вот такое отношение, вот родители смело могут заказывать, мы едем туда, значит, привезите. Вошли в центры, оборудование, это было 2000-е годы, я такого оборудования ни с сынского не видела, всевозможные снаряды, тренажеры, все что угодно. В течение дня находятся родители с ребенком там. Я говорю, это все государство финансирует? Они говорят, ну что вы, нет, нам бы государство финансирует, там зарплата, там еще что. Я говорю, а кто, вот как? А вот предприниматель. Я говорю, можно ли, я говорю, он такой крутой, у него, наверное, столько там всего. Мы вам, давайте пригласим. Он пришел, он пришел, и мы разговаривали с ним. Он и говорит, он прямо сказал, да, я все, всю свою прибыль, я отдаю вот сюда. Я вижу конкретно на ребенка, на семью, и я вижу вот это, применяется как это оборудование. Я не хочу, как он сказал, в эту яму свои отдавать, свои прибыль налоги. У них другой закон. Но у нас ведь тоже налоговое поступление есть. Какой у нас закон? Те, кто занимается благотворительностью, разве нет у нас такого? Нет, конечно. Нет, конечно. 1% сейчас вот было принято, вот в связи с пандемией, 1% от сверхплановой прибыли, они имеют право дарить на благотворительность. Поэтому мне предприниматели говорят, я тебе дал, например, 500 тысяч, да, так я еще только 1%, вот, а остальное опять буду налоги платить. Вот в чем там разница. И там не собирает вот с народа, там нет. Народ там добровольно сам, добровольно сам несет, и все. Там никаких объявлений о том, что мы забираем деньги там для того. Ну вот уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин тоже неоднократно поднимал темы какие-то о проблемах в сфере благодарительности. Давайте вот с ним сейчас еще поговорим. Да, Владимир Валерьевич, здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, вот к вам поступают какие-то просьбы от людей, от кировчан, у которых дети с редкими заболеваниями. Помогаете ли вы им каким-то образом? Да, у нас было обращение одного из детей. Сейчас у нас 16 детей из-за 14 из них получили спинразу, два рездиплан. На настоящий момент все они обеспечены этими препаратами. Вот смотрите, у нас сейчас в студии находится отец ребенка вот с таким заболеванием и он говорит, что он не может от властей добиться никакой помощи. к вам они обращались? Вы обращались? Обращались, да, помощь-то была, поддержка. Но опять, понимаете, дело в том, что за рамки законодательства выйти-то как раз не могут. А вы можете как-то с информационной этой же помощи помочь или нет? Говорят, что губернатор не принимает, а остальные власти они никак не могут помочь в этом плане. Какие-то баннеры социальные или что-то еще, какую-то помощь? Смотрите, коллеги, если речь идет о том, что поставляется законодательство, то, о чем говорит папа, здесь есть инструмент возникновения и у нас обеспечение детей в рамках судебных исков за счет бюджета, в этом обеспечивается круг добра. Проблема в том, что, еще раз подчеркну, если есть полностью медицинская компетентация и показания есть обеспечения, дети обеспечивают. если это желание родителей, здесь, к сожалению, сделать взятую. Если обеспечение в три раза практически настаивают, что должно быть предоставление с агентствами, но медицинских показаний к этому нет, то здесь в данной ситуации сделать ничего нельзя. в прошлом году у нас был ребенок с подказаниями обеспечению саунгензола и он обеспечен был. То есть, мы смотрели документы, где говорят, что ребенок не подходит под это лечение, это какие-то официальные... К сожалению, есть официальные моменты, когда по возрасту, по весу ребенка и собственно говоря, сам из-за ученик с моментом обращается в Министерство здравоохранения, которое говорит, что собственно говоря, был получен отказ от поставщика производителя этого лекарства о невозможности поставить его, потому что не подходит по параметрам. Скажите, пожалуйста, по каким параметрам? По весу все-таки или по возрасту? Ну, вот я сейчас не вижу конкретных документов, которые есть, но вы знаете, что существуют официальные параметры. И при соблюдении всех этих параметров, при полностью, при полном пакете документов дети сейчас обеспечивают. Это вы говорите про шесть месяцев, да? Ну, в том числе, как один из параметров там есть возраст. Спасибо, Владимир Валерьевич, у нас небольшая проблема со связью еще. Спасибо, что вышли с нами на связь. Анатолий, то есть, вот, ну, получается, что какой-то замкнутый круг, да, у нас есть показатель. Там параметры, тут размеры, тут килограммы, а ребенок, мы ведь в первую очередь должны думать о ребенке. Понимаете, какой выход, какой выход. Понимаете, с другой стороны, опять, если сделают этот укол, и он не поможет, потому что там ребенок старше или весит больше, то, по идее, этот укол бы мог помочь другому ребенку, а этому, например, не поможет. Это все понятно, это же специалисты должны делать заключения. Да. Мы каждые полгода, ну, это требования именно в соцсети, и мы, собственно говоря, все эти требования мы соблюдаем, мы фирму Навартис обращаемся вот за счетом. Счет они выписывают при определенных условиях, когда мы медицинские документы и вес свой, и вот, ну, определенные требования соблюдаем, и определенные документы отправляем в фирму Навартис. Это та фирма, которая изготавливает этот препарат Золгенсма. Они все это тщательно проверяют, все документы, все медицинские показатели все проверяют и нам присылают счет. Счет, это там определенная стоимость препарата и согласие на то, что они при оплате они нам поставят этот препарат. так, и то есть вам врачи сказали, что подходит ваш ребенок. Да, врачи в фирме Навартис. Так. Вот, это единственная клиника, не клиника, а фирма, которая производит препарат Золгенсма. Не Круг Добра, не Минздрав Российской Федерации, никто другой. Ну, тогда получается, что если вы доверяете их специалистам... или что-то еще там, вот это не надо вот сейчас говорить. Вот. Этот препарат поставят и он поможет. И он действительно будет работать, он будет действовать. И вот сейчас, ну вот, уважаемые, ну ладно, вот говорят, что вот, там определенные условия, не соблюдается, что-то еще. Понимаете, вот у меня целый огромный перечень, я уже опять вернусь. Глава Воронежа. Мэр, так, в Ростовской области. То есть там помогают в других регионах, Во всех регионах, вот у меня огромное число, сейчас я вернусь опять, я все-таки хочу воспользоваться вот этим эфиром. Так, губернатор Тюменской области, губернатор Свердловской области, губернатор Ханты-Мансийской автономного округа. То есть они все помогают в Воронежской области. У нас с вами буквально пара минут осталось эфира. Они все выступили, они все прямо попросили помощи и действительно, ну, попросили поддержки. Нас смотрят активно наши власти, это мы точно знаем. Пусть они, пусть все знают о том, что не губернатор, никто из правительства не пальцем просто даже не пошевелил, чтобы помочь Гришину Максиму. А вам нужна, нужна в первую очередь, информационная помощь, да? Это активная информационная поддержка. Уважаемые журналисты, на самом деле, будь информационным, вот как, понимаете, ведь мы смотрим телевидение, один канал, другой, вот на ребенке говорят, 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 и он, деньги поступают, у нас не хватает этого. Детский фонд, мы не в состоянии, понимаете, вот эту информационную и оплачивать, тем более оплачивать, да? И, как говорят, я рассылаю, когда обращаюсь там в предприятия, организации, пишу наряду с этим-то, вот помощь нужна вот этому ребенку или там еще кому-то другому. Это информация. А народ в основном смотрит телевидение. Газет сейчас, как таковых, нет. Ну вот, смотрите, наш город, он большим тиражом выходит, но мы ни разу не видели, чтобы опубликовали эту информацию, понимаете? Там тоже Ковалева, Осипов, вот это все, центры местной активности и дальше, понимаете? Не поднята вот на должный уровень вот эта тема благотворительности и кому конкретно она нужна, понимаете? Ну вот мы надеемся, что сегодня нас люди услышат. Спасибо, во-первых, на самом деле смотрят передачу и прислушиваются, поэтому, и вообще те проблемы, которые вы поднимаете, они как раз очень важны и очень нужны. Спасибо. И вот я думаю, кировчане услышат и пойдет какой-то... Да, но мы должны отметить, что мы не можем призывать по закону собирать деньги на какой-то счет, только в Благодарительный фонд. Да. Так что, если у кого-то есть желание и возможность помочь Максиму Гришину, то, пожалуйста, можете сделать это через Кировское отделение российского детского фонда. Мы организация единственная в области, входим в реестр социальной организации, поэтому юстиция мы тоже проверяем и ею. То есть все люди могут быть уверены, что деньги дойдут до адресата. Вот можете быть уверены. Ну и надеемся, что нас услышат власти и предприниматели тоже и не останутся равнодушными. Если у вас есть еще что-то сказать важное, давайте минутка буквально. Есть письмо единственное от Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, которое действительно было поручение губернатора Кировской области. Рассмотрено было и все-таки они нам сказали целью сбора необходимых средств на приобретение лекарств рекомендуем обратиться в благотворительные фонды Российской Федерации. Вот их ответ. Они рассмотрели... Благотворительный фонд Российской Федерации? Круг забер, а? Нет. Ну вот так вот. Вот он. Это исполняющий обязанности министра Солятин мне ответил. Будем надеяться, что найдутся нужные средства и нужные люди и ваш ребенок выздоровеет. Будем надеяться. Вам желаем терпения и надежды. И надежды. Простых людей. Я напомню, что у нас в гостях были сегодня Валентина Иванова, председатель Кировского отделения Российского детского фонда и Анатолий Гришин, отец ребенка сама. С вами были Надежда Ведерникова и Екатерина Зубарева. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok